Итак, в данном виде ролика я бы хотел обозреть ситуацию, причем сегментальную ситуацию, то есть настроение участников рынка, рядовых физиков по отношению к акциям компании «Газпром». В последнее время активировался такой хайп, ажиотаж, что, мол, «Газпром» будет торговаться по 2000 рублей за акцию, и данный ход, то есть потенциал роста «Газпром» прогнозирует причем ряд инвестблогеров. Слушайте, люди, вот у меня один вопрос. Вот те, кто торгуют на этом рынке последние лет 5-6-7, ну хорошо, максимум 10 лет, думаю, прекрасно понимают, что когда начинается жор, хайп, в акцию загоняют, как правило, всю толпу. Обещают гипердивиденды, обещают гиперрос и все, что только может быть перед хорошей коррекцией. В данном посте в 10.03 на ВКонтакт-группе, в Телеграм-канале мы написали досконально, почему «Газпром» не будет стоить 2000 рублей за акцию, почему все это жор, почему все это ажиотаж, почему все это хайп. И давайте я вам в этом видео обосную, почему он не будет стоить 2000 рублей за акцию. Во-первых, почему сейчас «Анагаз» в Европе растет? Потому что «Газпром» перестал торговать на спотовом европейском газовом рынке. Он ушел оттуда. Соответственно, «Газпром» последние 15 лет, да и по сей день, по 14 сентября 2021 года, поставляет газ только по долгосрочным контрактам, которые прикреплены напрямую к цене на нефть. А по ним цена в несколько раз ниже, чем на спотовом рынке. Внимание! Наши слова подтверждает Владимир Владимирович Путин. На недавней встрече, он на экономической встрече недавней сообщил, что по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования «Газпром» не продает по такой цене газ. То есть по той, какая сейчас у нас имеется в Европе, 750 долларов за 1000 кубометров. И те, кто согласится заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать. Иначе пришлось бы платить по 650 долларов за 1000 кубов. А «Газпром» в ту же Германию продает газ по 220 долларов за 1000 кубов. Во всяком случае, совсем недавно это было. Сроссом цена нефть и эта цена подрастает, но это будет мягкая вещь. И «Газпром» в этом заинтересован на самом деле. Потому что это создает подушку безопасности и для него, и в том числе не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем, сказал Владимир Владимирович Путин. Соответственно, внимание. «Газпром» продает по долгосрочным контрактам в Европу, именно в Германию, в локомотив Европейского Союза, газ по 220 долларов за 1000 кубов. Соответственно, зачем «Газпром» это делает? «Газпром» сохраняет там свои позиции. То есть он продает по долгосрочным контрактам цены на газ намного ниже, в несколько раз ниже, чем торгуются они на спотовом рынке. То есть соотношение 220 долларов за 1000 кубов и 750 баксов за 1000 кубов – разница велика, как я понимаю, верно? Соответственно, может ли в такой ситуации «Газпром» начать выплачивать дивиденды в размере 50 рублей на акцию? Нет. Почему? Потому что прибыль не будет у него галлопирующим темпом расти. Чтобы прибыль начала резко расти, «Газпром» нужно вернуться назад на спотовый рынок. Если он вернется на спотовый рынок, цена на газ рухнет. Вот. Предложение новое поступит. Надо уловить данную логику. И, соответственно, ни о каком гипер росте прибыли, галлопирующей гипер, резонно резко растущей прибыли, речи быть не может. Соответственно, и о дивидендах высоких речи быть не может. Мы можем говорить про дивиденды в размере, к примеру, 20 рублей, да? Потому что за первые полгода «Газпром» плюс-минус заработал 18 рублей на акцию. Мы можем говорить про дивиденды в размере 22 рублей резонно. Но мы не можем говорить о дивидендах в размере 40, 45, 50 или 100 рублей на акцию. Этого быть не может. И я обосновал в этом видео, почему это невозможно. Но, внимание, как «Газпром» может начать выплачивать очень высокие дивиденды, в связи с чем его акции переоценятся к 2000 рублей? Правильно, те, кто понимает макроэкономику, имеют отчетливое железобетонное понимание того, что чтобы «Газпром» начал в рублях зарабатывать гиперприбыли, лютые прибыли, нужно, чтобы рубль рухнул в три раза. Как минимум до 350 рублей за доллар. Возможно ли это в Российской Федерации, крах рубля в три раза, до 300-350 рублей? Нет, невозможно. Власть будет держать и дальше данный валютно-ценовой коридор. Даже в случае начала шторма, кризиса в мире на факторе сдува американского пузыря. Максимум куда пустят рубль? Это к 90 рублям, ну может к 100 рублям за доллар. И то потом будут сдувать, спускать. Извините меня, крах покупательной способности – это не есть хорошо для государства. Крах покупательной способности в национальной валюте. И государство это понимает со своей стороны. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы сильного ослабления рубля не было. Вот в чем заключается данная логика, данная мысль. Поэтому куда «Газпром» сейчас может дорасти? Правильно, до уровня 2008 года. До уровня 360 рублей за акцию. Если даже выплатить дивиденды в районе 20-25 рублей на акцию, то уже от текущей цене дивидоходность в размере 25 рублей на акцию, вот от текущей от 337 рублей, дивидоходность получается 7,4% в годовом эквиваленте. Это довольно стабильная доходность дивидендов для «Газпрома», чтобы сохранить его на текущих уровнях. То есть в районе 330-360 рублей на акцию. Но повторяюсь, ни о каких 2000 рублей на акцию речи быть не может. Ни о каких там даже 1000 рублей на акцию речи быть не может. То, что запускают сейчас, пытаются запустить «Северный поток-2», и, соответственно, запуск «Северного потока-2» естественно неизбежен в текущей ситуации, в текущей парадигме времени. Но важно помнить то, что сейчас многие прогнозисты, метеорологи, инвестдома, банки и прочие прогнозируют в ближайшие несколько лет холодные зимы. У меня один вопрос. С точки зрения метеорологии, скажите, пожалуйста, у нас сейчас имеется абсолютный переход на альтернативную энергетику или у нас еще преобладают традиционные виды энергетики в виде угля, газа, нефти и прочего? То, что вызывает выбросы в атмосферу земную. Правильно, традиционная энергетика. Кто вам сказал, что будет зима минус 50 градусов? Кто вам сказал, что будет зима минус 30 градусов? За полярным кругом – да, она повсеместная там. Но в Европе, в Америке, в Азии, кто сказал, что будет холодной зимой? Правильно? Этого быть сейчас не может. Ни сейчас, ни через 10 лет. Потому что переход на новый вид энергетики, он будет только с годами, только к 50-му году. До этого еще 30 лет по факту жить. 29 лет. Соответственно, я веду к тому, что да, северный поток запустят, но в дальнейшем подставки газа в Европу со стороны Российской Федерации, именно со стороны Газпрома, зависит напрямую от потребностей Европы. Если будет теплая зима, в ближайшие несколько лет, она будет в любом случае утепляться. Выбросы в атмосферу увеличиваются уже сейчас, даже в рамках ковидной, скажем так, эпохи. У нас все равно тогда с поставки газа будут сокращаться теплота. Чем топить-то? Да не надо нам топить. Европейская зима какая? Правильно. Плюс 5, плюс 7 градусов. Ну, максимум 0. Точнее, минимум 0, максимум там плюс 5, плюс 7. И зачем нужен газ? Подумайте. Что будет при сокращении поставок газа в Европу правильно? Прибыль Газпрома будет падать. И мы опять приходим к тому, что только в 2022 году, по итогам 2021 года, Газпром будет держаться на плаву. За счет тех дивидендов, какие он выплатит в следующем году. По итогам текущего года. В районе 20-25 рублей. Но повторяюсь, на каких там 35 рублях, в дальнейшем 50, речи быть опять же не может. Я уже молчу там про 100 рублей. Поэтому итог данного видео. Если вы по рынку спекулянт, запомните одно. Если вы вошли вот здесь, в марте 20-го, либо в октябре, ноябре 20-го, в Газпроме по 150-170, там кто, возможно, с нами вместе входил, когда мы покупали тоже активно Газпром, тарили в том году, в конце года, вы входите в точке А, должны выходить в точке Б. Точка Б где? Для вас сейчас точка Б это перехай уровень 360. Возможно, 365-370 рублей плюс-минус. Но инвесторам я вот тоже, для инвесторов такую, знаете, удочку, пищу для ума сейчас запущу. Вы думаете, что Газпром и дальше будет там через 30, 40, 50 лет преобладать на территории Европы, иметь доминирующие позиции там 35% рынка? Это маловероятно. Потому что энергетический переход будет в дальнейшем осуществляться на новые витки развития, то есть на новые технологии. В любом случае. Я понимаю, что сейчас иные виды энергетики стоят дороже, чем традиционные, но чем не шутит американская власть? Правильно. Она не шутит тем, что ее амбиции, европейская власть, американская власть, настолько колоссальны, что они могут законодательно утвердить дальнейшее развитие этих видов технологий. И тем самым-то у нас инвестиции в старые технологии, то есть старую энергетику, будут резко сокращаться. Да, это вызовет рост цен на сырьевые товары, вызовет рост цен на газ. Там природный газ, например, в Америке, на нефть. Потому что инвестиции будут сокращаться в этом секторе традиционном. Да, в моменте будут и компании эти акции расти, нефтегазовые. Но в моменте, в каком моменте времени? Правильно, в периоде 50 лет. 5-10 лет. Но в дальнейшем мы должны понимать с вами, что если эти же компании ныне традиционно сырьевые не встанут на рельсы нового развития, они просто уйдут в историю в дальнейшем. Потому что на их место придут другие компании. Более прогрессивные, более прагматичные. И те, кто умеет держать конкурентную оборону. Те, кто пришел в свое время, и тот, кто вошел, скажем так, в новый вид энергетики. И начал зарабатывать неплохие бабки, тем самым отжимая рынок у других участников рынка. Долю рынка, я имею в виду. Вот о чем инвесторам нужно задуматься в первую очередь. Вложение в Газпром не навсегда. Запомните это. Как итог, уже решение принимаете вы сами. Мое дело в этом видео просто вам указать, что хайп это, конечно, хорошо, но когда вы входите уже в абсолютно перегретый актив, в абсолютно перегретый сырьевой товар, когда вы на жоре, на эйфории входите всеми бабками в одну позицию, то, откровенно говоря, все равно большинство из вас всеми бабками входит в одну позицию, потому что я получаю обратную связь от нашей аудитории. Я прекрасно понимаю, что вот на такой острый угол встают почти все. Потом начинается сопли, начинается нытье, начинается потеря денег. Начинается поиск крайних в стиле «Вот там меня Вася Пупкин зазвал в позицию, вот он дурак». Или там «Вон Мария Сергеевна меня зазвала в позицию, она дура». Это некрасиво, это нецелесообразно. Но крайних ищут даже люди зрелого возраста. А это уже максимум тупо. Поэтому в точке А вошли, в точке Б придется выходить. Фундаментально, макроэкономически, технически, я в этом виде ситуацию разложил по поводу хоть газового рынка европейского, Газпрома и непосредственно потенциального развития новых видов энергетики. И все будет происходить именно так. Почему? Потому что, повторяюсь, законодательно это будут утверждать власти западных стран Европы и Америки. Опять же, неизбежно. Но, внимание, развитие новых видов технологий, оно будет не быстрым. Оно будет медленным. Медленным, но верным. Соответственно, период времени, даже у наших компаний, традиционных, энергетических, есть время, так сказать, чтобы диверсифицировать свои коммерческие структуры, подразделения. Посмотрим, как поступит Газпром в данной ситуации. Увидим. Ну, а вам могу пожелать лишь железных нервов и холодного рассудка. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте наши телеграм-каналы. Телеграм-канал про акции Российской Федерации, Соединенных Штатов, Китайской Народной Республики. Валюта, технический анализ, торговые идеи. Все публикуются на данном канале. Также у нас имеется сырьевой канал про нефть, газ, металлургию, платную, серебро, золото, палладий, зерновые культуры, алюминий, уголь, никель, газ. То есть на чем можно заработать на фьючерсном рынке, а также обезличенных металлических счетах. Там также поиск сделки, мнение, аналитика, теханализ и прочие идеи по рынку. Также у нас имеется альтернативный канал для более традиционных участников рынка, то есть про облигации. Также поиск фундаментальный анализ, технический анализ, металлическая аналитика и обозрение по долговому рынку в целом. Высокодоходные облигации и государственные, и муниципальные в том числе. И телеграм-канал про банкский сектор и сектор недвижимости. И также у нас имеется инстаграм-канал и вконтакт-группа. На любой из этих ресурсов подписывайтесь, будьте в курсе всех событий. И помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники. В любой актив надо входить на перепроданности по недельному и месячному графику. И из любого актива нужно выходить на перегретости по недельному и месячному графику. Вам в помощь могу предложить плейлист основы биржевой торговли. 101 видео. Именно здесь. Хронометраж 3 дня. Трое суток. Все подробно расписано, все подробно разжевано. Благодарю за внимание. До свидания.